Здарова, бандиты! С вами я, Стив Про, и сегодня у меня для вас довольно печальные новости из мира Майнкрафта, которые касаются именно мобильную версию. Что ж, наверное, многие знают разработчика Томаса. Это подтверждённая страница в Твиттере, и именно он разрабатывает Майнкрафт. Многие уже, наверное, видели его фото, видели на мини-коне или где-то ещё. Но именно вчера появился довольно печальный твитт из-за его Твиттера. Собственно, где он пишет? Я сожалею, но я ухожу из Маджонка и перехожу в Микрософт, но я продолжу разработку Майнкрафта Плокс Эдишн, после чего он пишет, что мне придётся уехать из Стокгольма и переехать в Тиэтл. Если кто-то не знает, то разработка Майнкрафта Плокс Эдишн проходит именно в Стокгольме. Ну, если детально рассмотреть его пост, то можно понять довольно много ненужных слов. И вообще, его пост можно понять не так. Во-первых, друзья, он написал, что он уходит из Маджонка и переходит в Микрософт. Если углубиться, то Микрософт уже выкупил Маджонк и, получается, Томас ушёл в сам Микрософт и он хочет разрабатывать Windows или что-то в этом роде программы для компьютера. Я не пойму, друзья. Потому что Микрософтом была выкуплена компания Маджонк, а вот здесь вот немного какая-то такая путаница. Во-вторых, он говорит, что он продолжит разработку Майнкрафта, но вряд ли Микрософт разрешат ему делать разработку Майнкрафта вне работы. Вряд ли кто-то такое вообще позволит. Поэтому, друзья, здесь немного таинственный пост. И зная, что Томас любит нас разыгрывать, это может быть безобидной шуткой. Как однажды было с креативом, когда Томас написал, что мы удаляем креатив из Майнкрафта. И в течение дня эта шутка распространялась по интернету и только в конце рабочего дня Томас написал, что это была шутка. И я пошутил. Вот такой это весельчак. И надеюсь, что это также было шуткой. Потому что ряды разработчиков Майнкрафта уже редеют. То есть их становится всё меньше и меньше. Что касается Покседишн, то там вообще ужас, друзья. Если уйдёт Томас окончательно, то обновления будут выходить ещё реже. Но у меня для вас также есть и довольно радостная новость. Как сообщает опять же твиттер разработчиков, а к ним присоединился новый разработчик. Который займётся плагинами для Майнкрафта Покседишна. Под словом плагинами можно подозревать довольно много слов. Во-первых, друзья, это аданы или это плагины для сервера. Если же это плагины для сервера, то разработчик будет делать, наверное, довольно качественные плагины. Что будет способствовать довольно стабильному серверу. А плагины сейчас очень сильно нужны. Потому что хороших плагинов сейчас практически нет. Если же это аданы, то есть модификации. Я не знаю, как они там называют в своей стране. То это опять же хорошо. Потому что не всегда у нас есть качественные аданы для Майнкрафта Покседишн. Поэтому, друзья, если он будет разработать одну из этих функций, то это будет хорошо. Если будут плагины, то наш сервер будет процветать. Если это будут аданы, то мой ютуб канал также будет процветать новыми идеями по видео. Собственно, всё это хорошо. Но вот именно новость Томаса очень-очень плохая. Что ж, друзья, надеюсь, вы меня правильно поняли. Ну и, собственно, спасибо за просмотр. И чтобы меня поддержать, поставьте лайк и не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал. Ну а на этом всё. До скорых встреч.